По благословению и инициативе и наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Назария, в стенах Духовно-Просветительского центра Александра Невской обители впервые прошел фестиваль «День Лаврского кота». Участниками праздника стали воспитанники из специализированных детских домов, интернатов, а также учащиеся общеобразовательных школ и детской воскресной школы Лавры. Стены Свято-Духовского просветительского центра Лавры украшены рисунками, фотографиями, поделками. Все они посвящены главному герою дня – коту. И ведущим праздника был, конечно, кот, что особенно порадовало участников фестиваля, ведь коты любимы и взрослыми, и детьми. Я поздравляю всех с этим днем и желаю, чтобы вы, конечно, не только котикам, но и других животных любили. Они нам украшают жизнь, они нам придают иногда забот, конечно, потому что если не наши братья меньше, то о них надо заботиться, их надо и покормить, и погулять. Может быть, это главное, то, чему мы бы хотели этим праздником – научить всех вас, да и самим поучиться. Главным ценителем и любителем кошек на фестивале стал Владыка Назарий. Он с неподдельной радостью поделился со всеми своей частной сувенирной коллекцией кошачьих. Этот шуточный фестиваль оценила и братья обители. Коты всегда такие спутники монахов по монастырям. Келейники бывают там такие, правда, очень своенравные, которые приходят, когда хотят. Целый концерт посвящения котам прошел на сцене Святодуховского центра. С творческими номерами выступали воспитанники из детских домов и интернатов. Колокольные звоны на треугольниках и ученических колокольчиках. И анафановские, и петербургские, и владимирские вечерние звоны сегодня прозвучали. Мы очень рады. Это было интересно как для зрителей, так и для участников. И мы очень надеемся, что это станет доброй традицией. Фестиваль для участников продолжился в зоне выставки рисунков и мастер-классов. Дети ушли домой с поделками, созданными своими руками. Я изобретила на рисунке кота, которого зовут Рыжик. Он очень уютный дом. Раньше он жил в Александровневской лавре, но его оттуда забрали. Главное в мастер-классах вот таких, это терпение. Надо подождать, чтобы краска высохла. И только потом можно рисовать на вашем рисунке узоры и всякое другое. Фестиваль «Лаврский кот» – это такая неординарная, не шаблонная, а творческая форма привития поистине христианской любви к братьям нашим меньшим. Участники фестиваля искренне надеются, что праздник «День лаврского кота» станет ежегодным.